Субтитры подогнал «Симон» 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 Фамилия? Что, жаловаться хочешь? Зря. На моей фамилии вся Россия держится. Иванов. Запиши. Или так запомнишь? Запомни. В какой-то мере и наш герой похож на того Иванова. Не статью, конечно, но характером. Военное дело современный Иван знает и любит. Не зря его коллеги называют фехтовальщиком. Он виртуозно владеет не только этой многотонной машиной, но и умеет организовать бой. Хорошо. Отлично. Все. Полностью быка туда же на этих установках зарабатывать. А все началось в глубоком детстве. Он всегда был лидером. Просто когда родителям сказал свой выбор, хочу быть военным, получить высшее образование. Мне неинтересно просто сидеть. Сидеть, где-то бумажки подписывать, делать. Это неинтересно. Всю жизнь работать как папа строителем. Ну, к этому душа лежит. Душа лежала. Дед передавал, как правильно делать, дома строить, как правильно вот этого поколения традиции передавал. Мне просто было очень неприятно, что Иванов и одноклассник, председатель колхоза в белой рубашке. Я целый день утром в сарай, работа где-то там, там пилить, там что-то работать делать. На этом дому работаешь, и он приезжает так в белой рубашке. Ну, что, Христианыч, помочь тебе? Раз, кирпичики подаст. Для него это просто как интерес было, а до нас это работа была. Когда 30-ти градусная жара, железо вальцуешь на крыше, обжигаешься. Как-то это мало приятного. Я задался таким вопросом, почему кто-то бумажки подписывает, а кто-то от утра до вечера локти стирает. И захотелось получить высшее образование. Ну, единственная фраза отца, тогда я точно помню буду, говорит, сын, как можно быть военных? Ну, нет никого в роду. Я говорю, пап, ну вот хочу я. Формула, ну, обеспечение полнейшее. Физически развит будешь спокойно. И спокойно по всему государству есть возможность поездить, потому что там командировки, там командировки. Говорит, ты пойми, любая работа должна приносить тебе удовольствие и удовлетворение. Когда ты не будешь получать удовольствие и удовлетворение от своей работы, ты просто сгоришь, и она тебе станет неинтересна. Как так? Почему такой выбор? Пап, ну не знаю, вот екнула внутри, хочу. Он говорит, ну хочешь, без проблем, твой выбор решается. С этого момента была определена главная цель в жизни Ивана. Ему не раз приходилось принимать единственное правильное решение и за старших, и за младших. Уже тогда, в юности, у него было это качество командира. Волевой, достаточно упертый, скажем по-русски. То есть вот он цель поставил, тяжело, не тяжело. Он, скажем так, ну худенький был, жилистый, но худенький. Вроде как со стороны слабенький, но он жилистый. Я уехал на Курильские острова на границу служить. Через два года я вернулся. В 99-м я в начале лета вернулся с островов. На следующий день, как вернулся, я все, у отца забрал, ну как бы грузовичок старенький, и поехал к брату в танковый институт. Приехал и ошалял. Он учился на первом курсе, я захожу на КПП, стоят парни, дежурят с пятого курса. Ну я подошел, представился, парни так и так. У меня брат родной был, я вот с островов вернулся, брат родной здесь у вас учится. Ну нет, фамилию скажи, я Шитц Иван Александрович. Да ты что, Ванюха, пятикурсники. А он на первом курсе, все. Пока поболтал с ним, покурил, уже Ванька бежит, то есть как бы все. Он уже на первом курсе, то есть имел такое положение, отношение с людьми, что к нему относились, то есть не как к какому-то там, ну молодому, там, как скажем, черпаку или как в разных родах войск называется, у нас духами называли, то есть как бы на островах молодых. Гордость меня распирала, что брат на первом курсе уже, то есть как бы пятикурсники к нему хорошо относятся. В России всегда рождались люди, которым было уготовано. Судьбой от рождения быть военными. Видимо, гены воинов переходят из поколения в поколение, чтобы однажды проснуться и захватить все существо человека, создав идеального солдата. Кстати, фамилия Шитц произошла от немецкого Шуц-стрелок. Иван – потомок обрусевших немцев, когда-то переехавших в Сибирь. Отец нашего героя, Александр Христианович, говорит, что таким шустрым и сообразительным Иван был с измольства. Учился хорошо и быстро. Братьев и старшего Александра, и младшего Гену всегда защищал. Любимым предметом в школе была физкультура, потому что быстро бегать для Ивана – все равно, что дышать. – Ну, какой спорт в деревне каждый день, как спорт. В Пушкино еще когда жил, сколько, три коровы было. Телушка, бычок, порощенок, сарай забитый был. Ну, в то время молоко колхоз администрация собирала. Денег и зарплат большие ошибки. Это же не было. Молоко себе, молоко, мясо свое, одну чушку, порощенок к себе выращиваешь. Второе – зарезал на базар, продал. Все, ребятишек обуть одеть, чтобы хватало, все прочее. Огород был картошек, сотки, соток сорок, наверное, огород был. Картошки только сажали. И выкапывали вручную, и сажали ведь вручную. Сюда переехал, дом построил. Вот, а тут тоже коровы, бараны, поросята. Ваня помогал и сено косить, и все. И мои, мы-то еще отец же с матерью держали, братовья. И все это мы друг к другу собирались, в компании там то скосить, то туда-сюда. Сено метать, все собираемся, попьем. Картошку копать тоже. Родители уже в годах, все. Соберемся все. Вот, и махом. День второй, в общем, за выходные, тоже у их огород соток сорок, наверное, был. Его обязанность была в доме. Допустим, Сашка старший, он в огороде, в сарае, вот это, чтобы скотина накормлена была, навоз вычищен, вот это все. Это было его порядок. У Ваньки было дома посуду помыть, пол помыть, вот по дому вот это все. Уроки его никто никогда не заставлял учить, ничего. Он это сделал, уроки сделал, и все, я даже помню. И мать шибко к нему не касалась. Допустим, Сашку заставлял что-то там делать, Генку младшего, вот, чтобы уроки учил. Ну вот, а этот как-то сам цель поставил себе, значит, так и будет все. И в офицеры у нас в родне же нет никого, где бы видели немца в русской армии офицера. Это же очень редко. В Омское танковое училище Иван Шиц поступил с первого захода. Хотя тоже не без трудностей. Проблема оказалась не в знаниях, а в том, что абитуриент Иван Шиц оказался для будущего танкиста слишком миниатюрным. Сдал документы, все приняли. Ну что, тогда много человек, шесть или сколько там на место было. Очень большой конкурс был. Ну, она там месяц сбыл. Все это, потому звонит уже последний. Осталось там маленького их экзамена. Комиссия опять медицинская. Все, звонит, плачет. Зарубили. Я говорю, как нахрен зарубили? Вот, он говорит, рост съест, веса нет, дистрофию ставят. Женщина-медик их. Она говорит, когда миссию проходила, это на суть что-то его было, что его пазухи, видать, там расширяли или что. Вот, она говорит, мы к генералу записались на прием. Говорит, я его отправляла. На прием на следующий день к генералу пошли, он поговорил с ним и прочее. Вот, все, он говорит, ладно, сдашь. Костя есть мясо, оно растет. Вот, и все, он все сдал отлично. Он говорит, а на следующий день в физкультуру бежали. Все, кто пополнее, все попадают в жара. Все худеньким чем. В легкую все, ждал, поступил. Служба, армия, распорядок, учения. Все шло своим чередом. Но вот настал 22-й год. И началась боевая работа. Ух ты ж, елки-палки. Было это в Богдановке, в Киевской области. Март 2022 года. Я зашел в населенный пункт. Задача стояла, заранее мы ее продумали. Первый батальон у меня встал на одной окраине населенного пункта. Второй батальон у меня проскочил через весь город, блокировал дорогу, Киев-Чернигов. Трассу вот этого там разместился в населенном пункте. И я с остатками сил. Резерв, третий танковый батальон у меня был. Он был в неполном составе. Часть разведки, одно отделение пехоты. Я зашел в центр города. Уже, чтобы выбрать место под ППУ, то, что данных-то не было никаких. И сначала артеобстрел, и потом уже прямой стрелковый бой произошел. При артеобстреле у меня погибло сразу четыре разведчика прямо на глазах. Вот только встали колонны. Ребята спешились с МТЛБВ. С Трехотня работал с Дома управления. Командир взвода пошел один в Дом управления. Только от МТЛБВ они отошли. И прилетело полупакет оградов. Двенадцать котлет прилетело. И как раз мне сразу четверых пацанов притащили. На ближайший дом был двухэтажный коттедж. Зашли в него, там местный житель был. Я говорю, уважаемый, пожалуйста, мне нужен твой подвал. Пошли. Пошли. Пацанов затащили. Врачи что, смогли помочь, перебинтовали. А врачей как таковой не было, потому что тылые-то все остались там. Со мной были два фельдшера, два пранишки. Пацаны и пацанов перебинтовали. Задачу эту я выполнял совместно с 15-й бригадой. Я пока связь развернули, пока координаты передал, откуда работает по мне артиллерия. Стрелковый бой затих. Те как раз повели здание. Говорят, все, они сбежали отсюда. Все уехали. Ну, пацанов я четверых потерял тогда. У кого ранения были, тем медики оказали помощь. Там было у меня троих, зацепило осколками. У одного пулевое ранение было. На излете пуля в ногу зашла. Вот, медики обработали все. Разместились. Охранение выставили и все. Вот. И на следующий день уже с самого утра началось утром. Доброе утро, страна. В 7.30 до 8.30 с трех направлений. Миномет, артиллерия, грады. В обед. И вечером вот так это дело продолжалось. Ну, дня, в принципе, ночи и дня хватило. Уже ребята, то, что с населенного пункта в населенный пункт как переходили, ребята уже имели опыт, что технику спрятать в ограды, шифером, местными материалами, лесом делали, лесополки. Все замаскировать, чтобы не потерять технику. Сложнее всего, говорит Иван Александрович, когда ни техника, ни ситуация, когда люди подводят. Война, она ведь не для всех. И быть героем никто не обязан. Я в этот пример всегда вот сейчас вот, особенно когда появились мобилизованные добровольцы, вот, и вниз глаза опускают. Первый раз такой разговор я видел, общался, когда у меня с полка 20 человек сказали, не пройдем выполнять поставленную задачу. Крик, рев, я скажу спокойно, отвел его к сторонке. Мужики, давай по-честному. Вы что, десяточники? И в каком смысле командир? Я говорю, ну вы живете от 10 до 10 числа. Ты офицер. Там было два офицера и солдат и сержант-контрактники. Я говорю, ты офицер, ты зеленую форму носишь. Ты выбрал эту профессию, ты выбрал эту работу. Давайте поговорим просто. Шахтер, спускайся в шахту. Он гарантирует, что он подвинется с нее? Другая сторона медали. Дальнобойщик, садясь на фору и едя в рейс, он гарантирует, что он вернется? Закон дороги не ты, так в тебя. Ситуации разные бывают. Берем еще дальше. Врач, белый халат, комнатное помещение, знает, что он будет оперировать вечно инфицированном. Он дает гарантию, что он себя не зацепит скальпелем и не заразится и не заболеет. Вы зеленые люди, вы военные люди. Вы давали клятву. Вы бы выбрали себе эту работу. А теперь, когда вы не просто учение на полигоны, а вам надо выполнять прямые свои функциональные обязанности, вы начинаете бежать. Одевайте юбку, бегите. Просто есть другой принцип, когда вот так вот стоит задача выполнять ее. Я говорю, мужики, поймите, каждый 300, это он отвлекает на себя. Четыре человека его несут, двое его не унесут никак. Один человек прикрывает. Это просто из точки А в точку Б доставить одного 300. Из-за того, что он подумал о чем-то святом, о чем-то не то, что надо, отвлекся и в него прилетело. Вы лучше, кто не готов сейчас идти на что-то населенное пункт, вы лучше подойдите мне в глаза, скажите. Своё звание Героя России, трижды кавалер Ордена Мужества Иван Александрович Шиц, получил за то, что почти две недели удерживал позиции своего танкового полка. При этом он сам был серьезно ранен. Но несколько дней не покидал свою командирскую машину и продолжал вести бой. Кстати, наш полковник хорошо владеет таким способом ведения танкового боя, как танковая карусель. Когда меня ранило, это ранило, мне на следующий день прилетело. Я дошел, меня раз врач обработал солдат, тут руку, лицо обработал, глаз, вытащил осколок, зашил к ногу мне. Все, я понимаю, утром вызываю две машины. На одну машину сверху грузили 200 потери, во внутрь грузили раненых. Все, командир езжай, я не поеду, я нормально, все при всем. Мне сделали наглазник на глаз. Первая у меня была швабра, то, что нога хромала, кость треснутая была. И после этого, вот сколько мы две недели стояли в Багдановке, уже когда ТВ стали подходить, когда дорожное направление расчистили более-менее, когда ДРГ, сильно уже не могу действовать, ну можно было выйти, езжай. Я просто в тот момент, как я уеду, как я солдатам в глаза посмотрю. Вы остались? Я остался там, да. С трещиной ноги и с ранением глаза? Да. Вы понимали, что вы здорово рискуете собой? В тот момент об этом не задумываешься. Все, через два дня я спокойно ездил на севере, стоял один батальон, на западе, в соседнем населенном пункте стоял второй батальон, резерв стоял в центре населенного пункта, подошел к соседней полке, вот совместно и выполняли задачу. Через два дня все, я спокойно садился в МТО БВ, меня перевозили, я ездил к одним и другим. Раненый? Раненый, да. И солдаты видели, и они против никто не могли словом ничего сказать. За что дали героевым? Населенный пункт Лиман, когда брали, когда взаимодействие проходило, изучали Лиман. Где-то местные выходили, информацию с них брали, что там минные поля делаются, там делается это, где-то беспилотными летательными аппаратами, мавиками мы поднимали, на дальность на 3 до 5 километров, я изучал этот населенный пункт сильно. И когда задачу получили, взаимодействие проходило, арт-обстрелы, начало действия в 9 утра. Там был обалденный аппаратный пункт, откуда он постоянно танк работал, откуда он постоянно миномет работал, в течение двух недель я его никак не мог оттуда выкурить, потому что он спрятан под зотом. Идея обмана была в том, что здесь идет штурмовую группу, я поделил на две части, она идет прямо в лоб, вот так выходит. А вторая в этот момент ускорена, сзади расстреливает этот населенный пункт, чтобы не было перекрестного дня. И с двух улиц я свою задачу начал выполнять. За 40 минут я выполнил задачу. Большой дикостью было, когда сбоку, сбоку, просто неожиданно, я тут думал, сосед слева, соседнее подразделение тоже задачу выполнило, появляется танк украинский. Спецназовец выстрелил с него с РПГ. Попали, система у танка кряка. Он зашел в ангар, точка этого ангара была, и прямо минометом я туда отработал. Есть видеосъемка с их каски наемников, как он бросает каски, куда, говорит, только артиллерия перестала работать, тут же танки, по нам другу, эти танки уже в городе. Они не ожидали, что мы уже в центре города были. И они начали бегство к окраинам города. Минометный расчет взяли. Миномет. Когда уже задача по лиманам была выполнена, местные, местные, я был поражен в отношении места. Идет минометный обстрел, вот танк по улице идет, выходит женщина, танк раз справа к дереву прижался, ну, замаскироваться, само собой экипаж вылазит, ищет, куда спрятать танк. Либо под дерево, либо в гараж какой-то загнать, либо в дом какой-то, ну, который уже не живой, вот такой, видно, старые дома. Загнать, чтобы его замаскировать. Все, мирные жители, выходит мирный обстрел. Сынок, вот сюда, вот сюда, вот он, дом пустой, все, тут никто не живет, он развалился. Загоняй сюда его. Мальчики, вот вода, вот поесть, вот дом с подвала, вот сюда прячьтесь. Я был шокирован от этого. Как они ждали нас? Они ждали. Они ждали? Они ждали. В свою жизнь Иван не мыслит без армии, без своих танков, без своих однополчан, потому что здесь его вторая семья армейская. Так за что воюете, Иван Александрович? За нашу идею, за нашу идею. Не может быть такого. Мы прошли Великую Отечественную войну, как они сейчас пытаются историю переписать. Все населенные пункты, деревни, памятники Великой Отечественной войны. С мирными жителями разговариваешь, да мой дед с твоим дедом вместе воевал. Ну а как можно было зазомбировать молодое поколение? Все пожилые люди, все взрослые, они все за Россию. Все это понимают. А вся молодежь? А молодежь просто зазомбирована. Она не понимает этого. За чистое небо над землей, чтобы не было гнили изнутри. За нашу историю. За единый народ, за единое понимание. Вот так, просто и ясно, объяснил свою задачу полковник Российской армии, герой Российской Федерации Иван Александрович Шиц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова